Уральцам приходится отдыхать на стихийных пляжах. Официальные места для купания в городе практически отсутствуют. По этой причине люди в буквальном смысле купаются где придется. Зачастую это может привести к гибели людей. По данным службы ЧС за последние 12 лет вода унесла жизни свыше 360 людей, 70 из которых дети. Наши корреспонденты решили выяснить, насколько сегодня безопасен летний отдых в Уральске. С наступлением лета одним из актуальных вопросов для уральцев становится выбор места отдыха. Одними из таких объектов являются пляжи. Как выяснилось, большая часть из них сегодня организуется самими отдыхающими, то есть стихийно. А это означает то, что побережье не оборудовано, отсутствуют предупреждающие знаки, а главное в таких местах далеко не всегда работают спасатели. Примером является набережная реки Урал в районе Стеллы. Когда-то здесь был официальный городской пляж. Сейчас от него остались одни воспоминания. Центральные водно-спасательные станции проводят ежедневные патрулирования по рекам Урал, Чиган и в особенности в районе городского парка культуры и отдыха. За время патрулирования у нас спасено шесть граждан в текущем году. Это именно в летний купальный сезон. Сейчас в составе городской водно-спасательной станции работают порядка 20 спасателей. Единственным полноценным местом для массового купания они считают пляж на территории городского парка. Здесь все устроено должным образом. Есть предупреждающие указатели, ограждение, работают группы спасателей. С начала текущего года в Уральске утонуло свыше 10 человек. В основном все несчастные случаи произошли в стихийных местах купания. Возможно, количество утонувших было бы ниже, если бы в Уральске было больше оборудованных мест для купания. Сейчас же только один пляж соответствует параметрам безопасности. О том, что в городе не хватает пляжей, говорят и сами уральцы. Еще одно из любимейших мест отдыха горожан – летний кафе. С каждым годом их становится все больше. Но, как выяснилось, далеко не все они отвечают стандартам качества. На сегодняшний день в департаменте по защите прав потребителей уже зарегистрировано две жалобы на некачественную продукцию кафе. Сотрудники департамента напоминают, что потребители могут обратиться к ним в случае неудовлетворительного обслуживания со стороны кафе, ресторанов и прочих подобных заведений. Элементарно, если он видит, что работает без спецодежки, грязные руки, грязная посуда, то, конечно, он может предъявить требования и обратиться к нам, написать жалобу. Мы в любом случае ни одну жалобу не оставляем без реагирования. Если выявляется какие-то нарушения, нами принимается мера административного характера, накладывается штраф в размере 20 мрп на индивидуальных предпринимателей, физические лица – это 10 мрп. Затем выдаются предписания об устранении нарушений. Если это предписание не выполняется в определенный нами срок, то материал передается в суд на рассмотрение. Там уже более суровое наказание. Штраф предпринимателям от 100 мрп выше. Это порядка 189 тысяч штраф. Во избежание неприятных ситуаций и несчастных случаев специалисты советуют в первую очередь соблюдать бдительность самим горожанам, не купаться в неустановленных местах, не оставлять детей без присмотра и быть осмотрительнее в местах общепита и увеселительных заведениях.